Итоги уходящего вторника Тур займет порядка пяти минут Кому положены льготы? Уступи дорогу На пересечении Социалистической и Карл Лихнихта столкнулись иномарки Кто нарушил ПТД? До последнего шара Бобруйск принял Кубок Беларуси по бильярду Очень приятно, что этот турнир проходит именно в Бобруйске Как стать мастером Киа и Битка? А также накаленная обстановка, застрахованный урожай и вечерний переполох На Максима Горького прошла необычная спасательная операция Кто в главных ролях? Дедлайн близко До внесения авансового платежа по транспортному сбору осталось меньше месяца Заплатить его нужно до 15 декабря Извещения собственникам авто отправлены В силе льготы для риаритетных машин, электромобилей, скидки для пенсионеров и многие другие В нюансах разбиралась Карина Гуревич Беларусам осталось меньше месяца до внесения авансового платежа В этом году кошелек автовладельцев похудеет незначительно За машину придется заплатить 29 рублей, за прицепы мотоцикл – 20 Внести сумму нужно не позднее 15 декабря Транспортный налог привязан непосредственно к факту наличия автомобиля Ездит он или нет – неважно, платить все равно придется Произвести доплату транспортного налога за 2021 год Необходимо будет по сроку 15 ноября 2022 года По извещению налогового органа, которое будет вручено не позднее 1 сентября 2022 года Сумма транспортного налога будет зависеть от максимально допустимой массы автомобиля То есть касательно легкового автомобиля – это от 60 рублей до 220 рублей Прицеп – 41 рубль Все ставки на сайте Министерства по налогам и сборам Тем, кто прошел техосмотр, а значит покрыл госпошлину, сейчас платить ничего не нужно К слову, внести аванс можно в почтовом отделении, кассе банка или через ЕРИП Чтобы узнать о сумме платежа и возможных переплатах, воспользуйтесь личным кабинетом на сайте Министерства Там же при наличии интернет-банкинга можно оплатить налог Процедура займет порядка пяти минут Некоторых белорусов новый налог обойдет стороной В частности, владельцев электрокаров, угнанных машин, автомобилей, выпущенных до 1991-го А также специально оборудованного транспорта для людей с ограниченными возможностями Предусмотрены льготы Для пенсионеров, ветеранов и инвалидов первой и второй группы ставки снижены вдвое Для третьей – на 25% Знаете про транспортный налог? Знаю Уже успели оплатить? Да Ну как, одну базовую оплатил Я законопослушный гражданин, поэтому обязательно заплачу налог Но попал в интересную историю 25 лет назад меня украли прицеп И вот сейчас он всплыл В Абруйске внести аванс обязаны 27 тысяч человек На общую сумму 870 тысяч рублей 30% уже поступило в бюджет Всего транспортный налог в этом году заплатят свыше 2 миллионов белорусов Половину собранных средств потратят на ремонт и строительство дорог Карина Гуревич и Максим Галенка Автоинспекция призывает быть внимательными на дорогах Что ждать в ближайшие дни Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Президент Беларуси подчеркивает важность защитить свою страну и народ Не допустить столкновений Лагерь беженцев пришел в движение Польские силовики распугивают мигрантов Вход пошли водометы и перцовый газ Тем временем наша сторона продолжает оказание гуманитарной помощи И рассматривает возможность установки обогреваемой палатки Рядом со стихийным лагерем Который образовался у въезда в польский пункт пропуска Кузница Белостокская В Беларуси застрахуют урожай 2022 Указ подписал президент Документ определяет процент возмещения ущерба При гибели сельскохозяйственных культур Подержи или вынужденном убое скота и птицы Здесь важна реализация механизма с господдержкой в аграрной сфере И получение производителями соответствующих выплат В республике накануне отменили минимальный потребительский бюджет Решение было принято еще в мае 2021 На практике сегодня в большинстве случаев По всем вопросам социальной политики, защиты и поддержки граждан Действует прежде всего бюджет прошиточного минимума Это уровень малообеспеченности, пенсионные выплаты, поддержка малоимущих В стране выросла цена на автомобильное топливо Литр 92-го равняется 2 рублям 95-й, как и дизель, стоит 2,10 98-й обойдется в 2,32 По данным Белнефтехима, с начала года стоимость увеличилась на 15,7% К слову, в республике впервые произвели бензин с октановым числом 101 В скором времени он станет доступен для реализации, в первую очередь, на экспорт ГАИ рекомендует водителям-пешеходам быть предельно осторожными в сложных погодных условиях В ближайшие дни прогнозируются перепады температур от минусовых к плюсовым Туман, гололезица, мокрый снег, переходящий в дождь При движении автолюбителям нужно выбирать безопасную скорость, дистанцию до впереди идущего транспорта и боковой интервал Важно избегать резких торможений и по возможности обгона Минздрав в Беларуси обновил статистику покоя 19 За минувшие сутки зафиксировано 1754 пациента с положительным тестом на коронавирус Всего с начала пандемии заразились 631 025 человек Министерство здравоохранения обновило предельные тарифы на некоторые медицинские и лабораторные услуги Теперь за исследование методом ПЦР на лечение коронавируса нужно заплатить чуть более 55 рублей А определение иммуноглобулинов МИГ с использованием экспресс-тестов обойдется почти в 33 рубля В цене также прибавили стоматологические процедуры, лучевая диагностика и водительская медсправка Удар по битку Бобруск принял республиканский чемпионат по бильярду Кубок Беларуси разыграли среди мужчин в дисциплине комбинированная пирамида Битва между юртуозами зеленого сукна продолжалась два дня Ольга Васенда о дресс-коде и не только Никита Кундус – настоящий мастер кия и шара Свои 15 чемпион страны не представляет будущего без бильярда Парень признается, как только подходит к столу, тут же появляется азарт и желание побеждать Накал страстей витает будто в воздухе Интерес к интеллектуальной игре с самого детства Я с дедушкой смотрел в снукер с трех лет Мне понравился, я сначала хотел в снукер пойти, но у нас в Бобруске не было Но родители меня решили отправить в русский бильярд Дважды участвовал на чемпионате мира на юниоровском Недавно выиграл в сентябре чемпионат республики Кубок Беларуси разыгрывается в дисциплине комбинированная пирамида По правилам она заметно отличается от американки Игра ведется только одним битком При сыгрывании так называемого свояка соперник снимает любой шар с пули и кладет его на полку забившего Биток выставляется обратно на стол для дальнейшей игры Суть первым набрать 8 забитых шаров Ловкость рук, координация движения и точка удара Русский бильярд – интеллектуальная игра, требующая холодного рассудка и расчетливых действий Турнир по русскому бильярду собрал 30 виртуозов зеленого сукна Самому старшему игроку 45, младшему 14 Дресс-код – главный критерий участия Черные туфли, брюки со стрелками, однотонная рубашка с длинным рукавом Плюс жилет В противном случае фейс-контроль не пройден Проходили соревнования в областях И вот очень приятно, что этот турнир проходит именно в Бобруське, в клубе Ниагара Который имеет большие бильярдные традиции В котором проводились и городские, и республиканские международные соревнования Наряду с шахматами бильярд считают одной из древнейших игр на планете В России и Беларуси появление интеллектуальной игры связывают с именем Петра Первого Однако современное развитие бильярдного спорта в нашей стране Начинается в конце 80-х – начале 90-х годов Вечерний переполох Накануне на Максима Горького развернулась настоящая спасательная драма Все произошло около 19.30 Полугодовало котенок сбежал и забрался на самую верхушку дерева Его переносили в руках Неравнодушные жители близлежащих домов Всячески пытались выманить питомца на землю, но ничего не получалось Тогда хозяйка обратилась в МЧС Операция была долгой После того, как животное успешно упало на растянутый плед Тут же забралось на другое дерево А после и на третье Но все же история закончилась хэппи-эндом Котенка снял неизвестный юноша Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА